Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхм. На этой неделе у нас пришел черед изучать 15 главу книги Деяний Апостолов. Надо заметить, что тема, которая поднимается в этой главе, она с одной стороны весьма спорная и имеет массу разночтений, с другой стороны она очень важна, поскольку имеет отношение к повседневной практической жизни каждого верующего человека. Именно поэтому рассудилось мне, вникая в какие-то детали текста, которые мы с вами сегодня будем изучать, как я люблю это делать с позиции иудаизма и еврейского понимания Торы, и попытаться донести вам то представление, которое сложилось лично у меня. Итак, мы с вами читаем 15 глава, первый стих. Однако из Иуды в Антиохию пришли некоторые люди и стали учить братьев. Вы не можете спастись, если не совершите бритмилу, так как это предписал Маше. Пришли какие-то люди, мы не знаем, кто-то их посылал, или они сделали это по собственной инициативе, но они поднимают вот какую проблему, что человек не может обрести спасение, нежели прежде чем совершит обрезание. В нашем переводе стоит слово бритмила, но я думаю, что автор перевода просто хотел подчеркнуть, что речь идет именно об обрезании в еврейском понимании этого вопроса, а не каких-либо других народов. Но, с другой стороны, мы понимаем, что в данном случае претензия или проблема имеет отношение к язычникам, то есть к уверовавшим в Ешо из других народов. Почему я делаю такой вывод? Потому что, как вы, возможно, знаете, в соответствии с заповедями Торы, еврейский мальчик обрезается на восьмой день. Именно поэтому, к тому моменту, когда он уверует в Ешо Машеха, он уже в любом случае обрезан. А значит, речь может идти только об уверовавших из других народов. И надо заметить, что в этой главе дальше мы будем и вести речь именно о проблемах, которые связаны с другими народами после того, как они примут Господа Ешо. А поскольку мы с вами наблюдаем в этой главе картину, при которой ни Шауль, ни Барнаба не могут прийти к какому-то разумному единому решению, народ принимает решение послать их на встречу с остальными апостолами, дабы вместе с ними такое решение принять. И поэтому мы с вами читаем в шестом стихе такие слова. Посланники и старейшины собрались для рассмотрения данного вопроса, что, собственно говоря, и является той встречей, которая в дальнейшем получила название Первый Иерусалимский апостольский собор. Но, чтобы понять то решение, которое на этом соборе было принято, нам прежде всего нужно разобраться в сути конфликта, надо разобраться в глубине проблемы, которая здесь поднимается. Мы с вами знаем, что после того, как грех пришел в этот мир, в этом мире произошли глобальные изменения. Одно из важнейших изменений, которое произошло ли в этом мире, заключается в том, что из него ушла к душа. То, что переводится как святость, или как праведность, или как чистота. Грехопадение было результатом неверия, недоверия, точнее будем говорить так, человечества к Богу. Именно поэтому, когда Бог избирает Авраама и дает ему заповеди, он по сути утверждает правила, через доверие, праведность, или душа, или святость, возвращается в этот мир. Откуда я это знаю? Потому что мы с вами читаем в 15 главе книги Берешит, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. В истории здарования Торы мы тоже видим нечто подобное. Почему? Потому что, когда народ израильский собрался у горы Синай, и Машеробейну повелел нам очиститься, осветиться, приготовиться к встрече с Господом, и когда Израилю даровалась Тора, еврейский народ проявил доверие. Почему? Потому что, как мы с вами читаем, то, что в иудаизме называется Насеунишма, и еврейский народ сказал, будем делать и слушаться. Интересно, что в преданиях в иудаизме существует информация о том, как Бог прежде, нежели предложить Тору, Израилю предлагал ее другим народам. И каждый раз народ, когда слышал о заповедях, спрашивал, а что это, собственно, что там написано? И когда им говорилось вот это, или вот это, или вот это, они говорили, о, нам вот что-то из этого не подходит, и таким образом отказывались. И только еврейский народ проявил доверие в том, что сказал, будем слушаться и делать. Почему? Потому что это дает Бог. И таким образом мы видим, что Тора приходит к еврейскому народу также через веру. Как известно, у Торы есть очень много целей, мы не будем сейчас о них говорить обо всех, но одна из главнейших или важнейших, с точки зрения нашего сегодняшнего размышления целей Торы, это вернуть на землю святость. А это значит, что Тора объясняет правила, каким образом святость может быть возвращена на землю. Тут важно понимать, может ли Тора сделать человека святым? Может, поскольку объясняет, как это сделать. Но не может, поскольку она не дает человеку силы исполнить себя, то есть исполнить эти правила по освящению. Именно поэтому понадобился приход в этот мир Машеха, который, как мы с вами тоже знаем, сделал достаточно много различных действий. Я не буду сейчас говорить об этом подробнее. Но вместе с тем мы с вами говорим о том, что Машех принес на землю Геулю, что значит искупление, целью которой в том числе достижение святости. Я дам ссылочку на мой урок, посвященный Геуле. Вы сможете об этом посмотреть. Итак, Господь послал на землю своего сына еще Машеха. Результатом всего, что он совершил на земле, был то, что после его ухода сюда пришел Святой Дух, который действует в людях, даруя людям силу, в том числе в исполнении заповедей и достижении святости. Значит ли это, в свою очередь, что Тора перестает быть необходимым? Никак. И апостол Шаулин многократно об этом говорит. Несмотря на то, что Тора сама по себе не освещает, дает познание о грехе. И поэтому она продолжает во всем это участвовать. Вместе с тем возникает вопрос, который стал здесь, на мой взгляд, перед апостолами. Значит ли это, что люди, которые не знают Тору, не находятся в конфликте с заповедями, не знают принципы и механизмы действия праведности на земле, не могут это получить. И вот в ответ на этот вопрос, на мой взгляд, очень мудро и правильно свое мнение высказал Шимон, Петр, Кефа, как его еще называют на страницах Священного Писания. И в 9 стихе мы с вами читаем такие слова. То есть он, Бог, не сделал между нами и ими никакого различия, очистив верой их сердца. Интересно, слово очистив, которое здесь стоит, то это греческое слово очень часто переводится в септуагенте как душа или праведность или святость. И он говорит, что достижение этой святости произошло через веру, подобно как в истории с Авраамом, подобно как еврейский народ получил Тору. То есть Кефа очень конкретно понимает Евангелие. Он говорит, что очищение, святость достигается верой. И это действие в людях совершает Бог, не делая никаких различий. То есть даже для человека, который не находится под Торой, не находится в состоянии понимания, как работают эти механизмы достижения святости к души, возможно. Надо заметить, что в речи Шимона есть один момент, который вызывает достаточно большую дискуссию и непонимание. В 10 стихе мы с вами читаем такие слова. «Так зачем же вы подвергаете испытанию Бога, навязывая на плечи Талмидим Ермо, которое ни наши отцы, ни мы сами не были в силах нести?» Ермо. Ига в других переводах. О чем здесь идет речь? Очень часто это слово трактуют как «игга» или «бремя Торы». Но это ошибочное трактование. Дело в том, что для еврея, соблюдающего Тору, живущего по Торе, Тора несет радость, а не бремя. И я уверен, что Ешо, будучи здесь на земле, и апостолы именно так ее и воспринимали. Тогда возникает вопрос, о чем же, собственно, здесь говорит Кефа. Ответ на этот вопрос заключается, на мой взгляд, в словах, которые некогда сказал Ешо его последователям. Он говорит «возьмите ига мое на себя, ибо ига мое благо, и бремя мое легко». О каком иге говорит тогда Ешо? Дело в том, что Машех, придя на землю, должен был совершить очень многие вещи, и совершил. Сегодня мы можем говорить уже де-факто. Его задача заключалась в том, чтобы установить на земле Царствие Божие, которое, по сути, тогда началось, и сейчас, мы можем сказать, продолжается подготовка, или идет, собственно говоря, установление. Это просто достаточно длительный процесс. То есть, это та самая задача, которая изначально возлагалась на еврейский народ, и которую еврейский народ понести не смог. Он не смог установить Царствие Божие на земле, которое по обетованию данному Аврааму подразумевало, что в Царствие Божие входят не только евреи, но и другие народы. Вот эту функцию по выполнению распространения Царствия Божия на другие народы еврейский народ понести и не смог, и ее взял на себя Дух Святой, когда стал действовать в других народах, приводя их к вере, к доверию Богу. Таким образом, началось установление Царствия Божьего на земле. И мы с вами понимаем, что апостолы поддержали эту идею. Откуда я это знаю? Мы с вами читаем дальше, что Шауль и Барнаба выступают с тем, что свидетельствуют о том, что Бог делал и делает в уверовавших из язычников. То есть, мысль Кефы заключается вот в чем. Функцию, которую должен был выполнить еврейский народ, он не справился, у него не было на это силы. Взял на себя Бог. И Бог не делает различия между теми, кто под Тарой, и теми, кто вне Тарой. Он делает различия по принципу, веришь или не веришь. Но остается вопрос, а как же жить тем, кто уверовал в Господа Ешоа и принял Святого Духа из других народов? И вот ответ на этот вопрос, на мой взгляд, содержится в решении Первого Иерусалимского Собора, но об этом мы с вами поговорим уже в другой раз. Да благословит вас всех Господь! Бешем еще, Машех! Амин!